Всем привет! Вы на канале Сергей Кончаренко и в сегодняшнем видеоролике мы будем говорить с вами о смартфоне Poco F3 флагманском смартфоне или наверное правильно будет сказать народном флагмане но прежде чем мы начнем о нем разговаривать и смотреть в действительности ли он флагман и есть у него что-то флагманское хочу сказать что это будет первый полный подробный обзор и второе опыт использования так как этим смартфоном я пользуюсь уже достаточно таки давно установил сюда свою сим-карту установил все нужные мне приложения а их довольно таки много вот они все и исходя из этого мне есть что рассказать и что показать и вдруг вы собираетесь покупать себе вот такой смартфон или ищете недорогой флагманский смартфон то этот видеоролик может быть интересен и полезен вам ну а достоин ли этот смартфон название флагман или народный флагман давайте будем вместе с вами разбираться смотрим на Poco F3 смартфон поставляется в такой вот упаковке стандартная расцветка для Poco черный с желтым шрифтом версия смартфона 6128 по памяти цвет черный night black комплект поставки силиконовый оригинальный тонкий чехол который хорошо будет защищать и камеру здесь есть дополнительный ободок и дисплей смартфона немного позже я покажу как он смотрится на самом смартфоне конверт с надписью Poco в котором находится скрепка для изъятия сим-лотка инструкции и гарантийные талоны наклейки Poco вкладыш Poco или же Welcome to Poco Family а также адаптер Type-C на 3.5 мм в самом смартфоне нет разъема 3.5 мм сам смартфон в черном цвете к которому мы вернемся немножко позже быстрое зарядное устройство с мощностью 33 Вт мощный толстый кабель с оранжевыми коннекторами для быстрой зарядки и на экране установлена добротная защитная пленка это и весь комплект а вот так вот смартфон смотрится в оригинальном комплектном чехле цвет как вы видите есть видно он практически не скрывается защита камеры присутствует ободок камеры немного возвышается над самим модулем можно не бояться и класть на стол смартфон камерой вниз и то же самое могу сказать о дисплее ободок чехла возвышается над дисплеем и точно так же можно не бояться и класть смартфон экраном вниз дисплей царапаться не будет корпус и материалы задняя часть смартфона выполнена полностью из стекла это закаленное стекло gorilla glass 5 поколения и в черном цвете он выглядит как зеркало смотрится красиво бесспорно но очень хорошо будут видны и заметны отпечатки которые остаются на зеркальной поверхности смартфона это конечно же легко исправить можно просто-напросто протереть смартфон и воспользоваться чехлом рамка смартфона выполнена из пластика хотя это внешнее покрытие пластика а внутри металл а точнее алюминий если открыть 7 лоток видно что внутри находится металл по особенностям корпуса сканер отпечатка пальцев находится в кнопке питания на правой грани блок камер минимально возвышается над корпусом смартфона и это хорошо потому что будет легко подобрать чехол который будет защищать камеру по габаритам хотелось бы сказать что это не маленький смартфон но он довольно таки тонкий и можно сказать достаточно компактный в особенности если сравнивать с тем же poco x3 или poco x3 pro да конечно же внешне это заметно не очень сильно очень хорошо ощущается в руке первое то что он легче второе то что он значительно тоньше ну и немного меньше по габаритам поэтому в руке лежит f3 намного приятнее нежели x3 порты и разъемы на нижней грани расположен сим лоток в которой можно установить только две сим-карты карты памяти здесь не поддерживается поэтому заранее определитесь какой объем памяти вам нужен в этом смартфоне есть две версии 6 128 и 8 256 дальше расположен type-c порт микрофон динамик на правой грани находится кнопка питания совмещена она сканером отпечатка пальцев смотрится очень красиво и гармонично немного выше качелька регулировки громкости на верхней грани инфракрасный порт дополнительный микрофон и решетка для выхода звука под второй динамик ну и на левой грани здесь ничего нет это абсолютно чистая грань дисплей в смартфоне установлен amoled дисплей с диагональю 6 и 67 дюймов с разрешением full hd плюс и с частотой 120 херц а также с поддержкой технологии hdr 10 плюс если же в целом говорить это все-таки хороший яркий контрастный насыщенный дисплей из особенностей дисплея хотелось бы добавить присутствие системы визуализации искусственного интеллекта первое это hdr с искусственным интеллектом и второе это me mc эта функция которая дополнительно дорисовывает кадры видео для более плавного воспроизведения и отображения а также в настройках дисплея и цветовой схемы присутствует пункт адаптивные цвета что такое адаптивные цвета это когда дисплей подстраивается под освещение смотрите включаем сейчас дисплей немного будет изменять свой цвет плавно и может быть на камеру это будет не так хорошо заметно давайте сейчас я специально что продемонстрировать работу отключаю сейчас более холодные цвета потому что более яркий дневной свет используется я подключаю сюда красный цвет смотрите и включая адаптивные цвета смотрите как сейчас будет изменяться цветопередача на дисплее он становится теплым и он подстраивается под освещение это можно сказать аналогичная технология как в apple iphone который называется true tone но если говорить по параметрам яркости так как здесь установлен amoled дисплей то с этим здесь полный порядок запаса яркости более чем достаточно в помещении можно использовать не более 50 60 процентов яркости на улице при максимальной яркости автоматической очень хорошо видно всю информацию на дисплее он остается полностью читаем даже при ярком солнце и конечно же ps дисплей по этому параметру ни в какое сравнение не идут и да в смартфоне установлено два датчика освещенности и автоматическая регулировка яркости работает отлично всегда можно использовать и в темном и в светлом помещении один датчик расположен на фронтальной части второй на тыльной а теперь немного о грустном дисплей и цветопередача первое что хотелось бы сказать или то что не понравилось белый цвет белый цвет здесь далеко не белый он похож на серый на газетную бумагу он получается как бы грязный белый это первое второе это то что белый цвет уходит больше в зеленые оттенки белый и серый цвет уходит зеленые оттенки это лучше видно при наклонах и иногда заметно и так но для этого нужно присматриваться еще если посмотреть на довольно таки известный форум там некоторые пользователи отписываются что есть брак дисплея но браком назвать это тяжело я бы сказал может быть это недостаток может этого дисплея или в целом многих amoled первое это то что серые оттенки уходят немного в зеленый цвет и есть неравномерность подсветки в быту в обычном использовании такого нет и я даже не додумался до того что может такое быть еще один минус это шим и мерцание при максимальном уровне яркости никакого шим и мерцание не заметно но стоит опустить яркость в пределах 70 процентов как небольшой шим уже становится заметен если яркость снижать до 50 процентов он становится еще более заметен и при яркости 20-30 процентов он максимально заметен при этом от частоты практически ничего не меняется 120 или 60 герц опции 10 димминга здесь нет конечно же это вполне допустимое значение шима и это не в большие невысокие значения и к примеру в том же редми ноут 10 про он немного ниже почему здесь не могли так сделать непонятно но чисто по себе хочу сказать что я не чувствую никакой нагрузки при использовании этого смартфона даже при минимальных уровнях яркости но это все индивидуально и не означает что у вас будет также и еще из плюсов хотелось бы отметить что здесь активный экран блокировки то бишь always on display работает полноценно он никак не урезан полностью функционирует может работать всегда может работать 10 секунд а может работать по расписанию что очень хорошо и удобно потому как младшие братья с малей дисплеем могут работать только 10 секунд после блокировки ну и на дисплее верхней части есть вырез под фронтальную камеру он здесь минимальный такой же как в редми ноут 10 про но и рамки рамки в действительности точно также минимально правда нижняя часть подбородок немного больше нежели верхняя рамка но в целом все смотрится гармонично хорошо а если установить обои или темную тему то вовсе рамок или выреза под фронтальную камеру будет незаметно железо и производительность смартфоне установлен процессор от компании qualcomm snapdragon 870 в некоторых приложениях он еще может определяться как 865 плюс это 8 ядерный процессор который изготовлен по 7 нанометровому техпроцессу в паре работает с графическим ускорителем adreno 650 и вариант по памяти 6 гигабайт оперативной памяти и 128 постоянной также есть вариант 8 гигабайт оперативной и 256 постоянной варианты по памяти оперативная это lp ddr 5 нового стандарта быстрая скоростная а также постоянная это ufs 3.1 одна из самых быстрых на сегодняшний день и здесь установлена флагманское железо с таким железом смартфон очень хорошо справляется с повседневными задачами серфинг в интернете соцсети мессенджеры просмотр видеороликов прослушивания музыки камера без проблем максимально быстрый их открывает может держать фоне переключаться между этими приложениями по максимуму держа их активными и не перезагружая если же сравнивать этот смартфон с средним классом но к примеру с тем же redmi note 10 pro или poco x3 там где процессор установлен среднего класса snapdragon 730 линейки то разница в производительности очень хорошо заметно скорость запуска приложений может отличаться в два раза хотя если не сравнивать их лицом к лицу то это малозаметно если же проводить игровые тесты то я устанавливал самые популярные тяжелые игры world of tanks пабж мобайл call of duty и также по вашим просьбам геншин импакт во всех этих играх можно установить максимальные настройки которые позволяет само приложение или сама игра тот же геншин импакт можно установить максимальные настройки графики да иногда могут случаться фризы но в итоге довольно таки играбельно и минимально 30-33 fps смартфон выдает при максимальных настройках графики но не говоря уже остальных играх там все отлично на максимальной графике также знаю читал на форуме по поводу снижения яркости при длительных и тяжелых нагрузках чтобы смартфон не перегревался такой вот присутствует здесь механизм снижение яркости но первое что я хочу сказать смартфон ко мне в руки попал уже когда вышло обновление ну и второе я не знаю но у меня он не перегревался и не нагревался очень сильно чтобы посмотреть настолько меняется яркость если же она меняется яркость проседает то это практически незаметно а вот если уж интересно синтетические тесты и цифры то в antutu 9 версии смартфон набирает 681 тысячу баллов а вот еще один тест который определяет скорость памяти считывания и запись как вы видите здесь довольно таки высокие показатели что соответствует стандарту памяти ufs 3.1 но вот если говорить о троттлинге нагреве и перегреве то после 30 минутного теста cpu троттлинг тест в полной нагрузке смартфон троттлит всего-навсего на 19 процентов и смотрите еще один прогон здесь всего на всего на 13 процентов то есть смартфон и не перегревается и максимально он у меня нагревался при длительной игре кеншин импакт при максимальной яркости до 40 градусов больше чем 40 градусов он у меня не нагревался в руках при этом он ощущался теплым не горячим и особого дискомфорта не приносил программное обеспечение и android смартфон поставляется на 11 версии android и miui 1203 приходило одно обновление были некоторые исправления патчи безопасности ничего кардинально не изменилось ну по крайней мере я не заметил и пару слов хотелось бы сказать еще датчики приближения в целом хочу сказать что он работает примерно так же как redmi note 10 pro и здесь установлен ультразвуковой нестандартный оптический датчик иногда он работает хорошо даже можно сказать зачастую он работает хорошо но бывают случаи когда все не так хорошо и идеально давайте к примеру сейчас сделаем набор номера и смотрите после набора номера сразу же блокируется дисплей вот что-то сейчас сделать я не могу к примеру свернуть вызов и посмотреть сообщение уведомления или же просто-напросто посмотреть номер и продиктовать я не могу кнопка питания не срабатывает иногда это работает хорошо иногда это работает не очень иногда срабатывает просто попробовать разблокировать дисплей преподнести ну а дальше смотрите вот с работой И срабатывает, 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 срабатывает. Но и зачастую все это хорошо срабатывает, но не всегда подсвечивается потом дисплей. Бывают частые случаи, когда дисплей просто-напросто блокируется, даже при прослушивании аудиосообщений. Звонилка здесь установлена от Google. Я проживаю в Украине, использую смартфон в Украине и покупал в Украине. У нас записи разговоров нет. Если вы проживаете в России, то у вас должна быть запись разговоров. Иконка будет располагаться вот здесь, где пустое место. Но будет она работать только с предупреждением о записи. Ваш собеседник будет предупрежден, что вызов будет записан. Также в смартфоне установлен отличный вибромотор. Прекрасный уровень тактильной отдачи. Плюс ко всему это можно настроить. Он может быть как сильным, так и легким. Очень хорошо интегрирован в систему. Приятно работает при нажатии, обновлении страниц и в множестве других случаев. Дальше вы просто-напросто настраиваете под себя. Его даже хорошо слышно. Вот тишина. И в этот пункт хотелось бы добавить некоторые программные плюшки, фишки и возможности. Такие как двойной-тройной тап сзади или двойной тап по сканеру. Или множество других возможностей, о которых я рассказал на своем втором канале. Но вкратце хочу сказать, что можно поставить на двойной тап, например, запуск фонарика. Включение или выключение. Или на тройной тап, например, скриншот. Или двойной тап по сканеру отпечатка пальцев для запуска камеры. Все эти функции настраиваются. Связь. Смартфон поддерживает все самые распространенные 5G, 4G, 3G и LTE частоты. Да, вы не ослышались, смартфон поддерживает 5G сеть. Конечно, от этого нам не холодно, не жарко, так как в наших странах 5G, я думаю, еще не скоро появится. Но, во всяком случае, возможность работы здесь есть. Wi-Fi в смартфоне установлен двух диапазонный. 2,4 и 5 ГГц. А также поддерживается Wi-Fi шестого поколения. Bluetooth здесь в версии 5.1 и также присутствует NFC. Соответственно, бесконтактно вы можете оплачивать с помощью этого смартфона, что очень хорошо и удобно. Если же говорить по поводу GPS, работает довольно-таки неплохо. Местоположение определяет быстро и держит связь хорошо. И здесь же хочу сразу же поговорить о приеме сети. Он меня приятно удивил. Сравнивал я этот смартфон с Poco X3, Poco X3 Pro и Redmi Note 10 Pro. Все эти смартфоны работали хуже, нежели Poco F3. В большинстве случаев, причем заметно лучше, работал прием сети в Poco F3. Это касается как приема мобильной сети интернета, так и сети для разговоров. И все это касается еще и Wi-Fi. Камера. В смартфоне используется три модуля камеры. Основной на 48 Мп, 8 Мп широкоугольный модуль камеры и 5 Мп макро. И как вы видите, смартфоны сейчас активно избавляются от ненужного портретного модуля камер. И это хорошо, потому что без него портретные фотографии получаются очень-очень достойные. В основном в модуле камеры используется сенсор от компании Sony IMX582. И это довольно-таки старый модуль камеры. И здесь история схожа с Poco X3 Pro. И здесь мы прекрасно видим, что компания Xiaomi экономила на камере. При этом старалась установить максимально мощное производительное железо. Основная камера делает неплохие фотографии как днем, так и ночью. Здесь неплохой ночной режим. Отлично справляется с работой при плохом освещении. Если же говорить о широкоугольном модуле камеры, конечно же, 8 Мп маловато. Хотелось бы получить хотя бы 12 или 13 Мп. Но если не делать кроп, не приближать, не зуммировать и не попиксельно не сравнивать фотографии, то смотрится вполне-таки неплохо. Ну а макро-модулем я остался доволен, так как он с автофокусом. Разрешение 5 Мп уже неплохо. Фокусироваться он может достаточно близко. И получаются неплохие красочные фотографии. Интерфейс камеры остался прежним. Здесь ничего нового нет. Есть поддержка HDR, искусственного интеллекта. Это переключение между широкоугольным модулем камеры 1Х и 2Х цифровой зум с помощью основной камеры. В профи-режиме можно фотографировать с ручными настройками, а также снимать видео с ручными настройками. Во вкладке еще есть дополнительно режим видеоблога, с помощью которого вы можете снимать красивые видео с переходами. Есть вкладка киноэффекты для создания креативных видеороликов, клонирование, создание клона на фото или видео. И двойное видео, когда одновременно камера снимает на два объектива, на тыльный и фронтальный. Очень хорошо подходит для режима видеоблога. Вы можете снимать и показывать себя и то, что происходит возле вас. Причем режим картинки можете изменять вот в таких вот вариантах. И раз уж мы заговорили о видеозаписи, смартфон на основную камеру может записывать 1080p 30fps, 60fps и 4K 30fps. При этом стабилизация работает только 1080p 30fps, 4K 30fps. 1080p 60fps стабилизация не работает. И к слову хочу сказать, что в том же Poco X3, Poco X3 Pro стабилизация работает и в 1080p 60fps. Я надеюсь, что программно с обновлениями это еще добавят. Также хотелось бы отметить, что данный смартфон довольно-таки неплохо пишет звук. И получше, нежели его предыдущее собратье. А также здесь присутствует аудиозум. При зумировании изображения также старается максимально приблизить и происходящее впереди. Ну и помимо тыльной камеры, есть еще и фронтальная камера. Разрешение 20 мегапикселей. Есть возможность снимать в HDR с искусственным интеллектом, портретный режим. Видео может записывать 1080p 30fps и 60fps. Стабилизация работает в 1080p 30fps. Правда угол становится уже. 60fps без стабилизации, но угол шире. Звук. Если говорить о звуке из внешних динамиков, то он здесь довольно-таки громкий, объемный, насыщенный и неплохой. Здесь используется два динамика. Это стереозвучание. И сейчас я постараюсь максимально передать, настолько это возможно. Настолько это может передать микрофон и камера. Включаем аудиодорожку и максимальную громкость. Как вы видите, один динамик находится сверху, второй снизу. Звук в наушниках чем-то особым не отличается. Он стандартный и на уровне всех смартфонов этой ценовой категории. Также хочу сказать, что если хотите подключать проводные наушники, то это только через адаптер Type-C 3.5 мм джек или же беспроводные наушники. По беспроводу IPTX кодеки поддерживаются. И буквально пару слов о звуке разговорного динамика. Он здесь довольно-таки громкий. На минимальной громкости уже довольно-таки неплохо слышно. Зачастую я использую процент 30, от 30 до 50 процентов. Этого достаточно. Давайте 50 процентов. И максимальная громкость. И те, кто работает в шумных помещениях или на улице, максимальную громкость разговорного динамика оценят. И с высокой громкостью разговорного динамика есть свои минусы, так как при максимальных уровнях громкости очень хорошо будет слышно всем, кто находится рядом, возле вас, ваш разговор, вашего собеседника. Это обусловлено высокой громкостью разговорная динамика и особенностью конструкции. Звук выходит не только к вам в уши, а он еще выходит и вверх. Вот из этих решеток. Автономность. В смартфоне установлена батарея 4520 мАч. Я всегда использовал с частотой дисплея 120 Гц. Не использовал темную тему, не экономил и пользовался в свое удовольствие. По итогу хочу сказать, что смартфон может работать 1-1,5 дня активно от 1 заряда. Или же от 7 до 10 часов работы дисплея. И здесь F3 показывает себя лучше, нежели Poco X3 Pro с более емкой батареей. А если еще будете использовать темную тему, то прибавите от 10 до 15% автономности. Ну не говоря уже о 60 Гц, там еще процентов от 5 до 10 можно сэкономить. Если же вас больше интересуют точные цифры, то, к примеру, 1 час просмотра видеороликов на YouTube при яркости 50% по Wi-Fi смартфон разряжается на 5%. Если же это будут тяжелые игры по типу Genshin Impact, это 17% в час. Ну и давайте рассмотрим реальный пример. Смартфон был заряжен практически сутки назад. Проработал он чуть более 20 часов. При этом дисплей был активен 9,5 часов. При этом чаще всего использовался YouTube, Instagram, камера, немного Genshin Impact. При этом он 46 минут использовался. Chrome, Telegram, Facebook и некоторые стандартные приложения. На полные сутки его хватит. Осталось еще 23% заряда. Можно посмотреть еще несколько примеров. Смартфон разряжался 28,5 часов, что немного больше, чем 1 сутки. При этом экран проработал около 8 часов. Остаточный заряд 17%. И еще один пример. Смартфон разряжался 13,5 часов. Правда, это было жестокое тестирование по всем фронтам. И при этом смартфон проработал 8 часов 25 минут. В комплекте с смартфоном идет блок быстрой зарядки на 33 Вт. При этом смартфон за первые 20 минут заряжается на 50%. За 30 минут на 69%. И полностью на 100% он заряжается за 51 минуту. С 0 до 100% 51 минута. Менее 1 часа. Безопасность и способы разблокировки. Разблокировать смартфон можно с помощью сканера отпечатка пальцев. Давайте посмотрим, как это работает. Просто прикладываем палец. И как вы видите, моментально смартфон разблокируется. Разблокируется 10 из 10 случаев. Если пальцы немного грязные или влажные, точно так же срабатывает. Быстро, хорошо и удобно. А теперь разблокировка по лицу. Пробуждаем смартфон. Есть разблокирован. Пробуждаем смартфон. Разблокирован. И еще раз разблокирован. Как вы видите, работает довольно-таки хорошо, быстро. И срабатывает даже при плохом освещении. Правда, при этом немного скорость может замедляться. Но как альтернативный способ разблокировки, работает быстро и хорошо. И давайте сейчас посмотрим на стоимость этого смартфона. На середину мая 2021 года смартфон стоит в версии по памяти 6.128 от 11.000 гривен до 13.500 гривен. Если же это будет версия 256 гигабайт, то стоимость около 12.500 гривен. А теперь с помощью e-каталога давайте попробуем подобрать аналогов и конкурентов этому смартфону. Вводим стоимость от 11 до 14.000 гривен с запасом небольшим. Выбираем повышенную частоту дисплея от 90 до 144 герц. И год выпуска 2020-2021 год, чтобы смартфоны были не старые, а свежие. И видим в результатах поиска. Выходит то, что у нас есть Samsung A72, который по железу уступает. Но может быть по некоторым параметрам быть и лучше. Единственные конкуренты, которые сейчас хотелось бы рассмотреть, так это Mi 10T Pro, но он дороже, поэтому отпадает. Это еще Mi 10T, не Pro версия. Вот он подходит примерно под эту же стоимость. У него такое же флагманское железо и он может выигрывать по камере. Вот это один из самых реальных конкурентов смартфона Poco F3. Интересный еще вариант Mi 11 Lite 5G. Он имеет менее производительное железо, но зато в более компактном корпусе. Ну а остальные Oppo Reno 4, OnePlus Nord, Vivo X50, Motorola. Все это с железом среднего сегмента. Ну и как вариант можно еще рассмотреть Realme X7 Pro и Realme GT Neo. Правда сейчас их в продаже найти становится тяжелее. Ну и выводы. Что хочется сказать по выводам, а то, что это отличный производительный смартфон, который хорошо справляется с тяжелыми задачами, приложениями и играми. И на сегодняшний день пока еще ни один производитель не предлагает такого железа характеристики возможностей за эту цену. По данному видеоролику у меня в принципе все. Если вам это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими, так как многим это видео может быть интересно и полезно. Также не забывайте в моем втором канале, там выходит много полезных видеороликов об этом смартфоне и многих других. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.